В нестерпимую летнюю жару ничто лучше не утоляет жажду, чем ломтик спелого арбуза. Рязанцы уже вовсю пробуют и в основном довольны. Арбуз очень вкусный, сочный, что дыни, поэтому можете покупать смело, кушать, на здоровье. Все мы живые пробовали, ничего с нами не случилось. Арбузы очень хорошие, честное слово. Во-первых, сладкие, и вот как, ну, то бывает как глыши такие скользкие, а это вот крупинками, как у настоящего арбуза. Ну вот я жива, пять дней назад мы его ели всей семьей, даже вот такие ели, арбузы очень хорошие. Наоборот, попозже будет в сентябрь самый плохой арбуз, самый вкусный арбуз июль месяц. Очень вкусные, и кожа тонкая, прекрасные арбузы. Арбузы в этом году покупали? Нет еще. Почему? Рано. К сожалению, увлечение ранними арбузами и дынями может привести к недомоганию и даже отравлению. Все из-за повышенного содержания нитратов и различных стимуляторов роста, которые недобросовестные производители щедро добавляют в почву, чтобы ускорить произрастание и увеличить массу плодов. Хотелось бы обратить внимание наших потребителей, что лучше не приобретать бахчевую культуру, которая реализуется вдоль трасс, автомобильных дорог, потому что плоды очень хорошо впитывают в себя тяжелые металлы и все временные тактические элементы. Традиционно арбузы и дыни выращивают на открытом грунте и доспевают в лучах жаркого летнего солнца. Но полученные таким способом бахчевые способны украсить наш стол лишь к концу августа. Ускорить процесс роста созревания арбузов и дынь можно, если выращивать их под пленкой или в условиях теплицы. С помощью таких уловок плоды уже в июне-июле становятся доступным лакомством, но небезопасным. Оградить себя от неудачной покупки можно, приобретая продукт в проверенном месте. Лучше всего это супермаркет, магазин, торговое дело в торговых центрах, либо это официальный рынок или ярмарка. Здесь товар хранится в правильных условиях и в результате риск отравиться испорченным продуктом существенно снижается. На санкционированном торговом месте, где реализуются бахчевые культуры, должно быть в наличии полный пакет сопроводительных документов. Это декларация о соответствии, которая подтверждает качество и безопасность пищевого продукта. На лотках все арбузы выглядят аппетитными и достойными того, чтобы их съесть, но специалисты знают, как определить арбуз с нитратами по внешним признакам. Мы поделимся с вами советами. Если арбуз без нитратов, то вы увидите у него желтое пятно – бок, на котором арбуз лежал на грядке. Ярко выраженный цвет полос кожуры арбуза, наличие тихого треска при сжимании. Кожура должна легко сдираться, если поцарапать ее ногтем. Довольно легко узнать и безопасную натуральную дыню. Цвет плода ровный, насыщенный, на кожуре имеется равномерная сеточка, даже без разреза чувствуется дынный аромат. Если неприятность все же случилась и плод попался испорченный, при первых признаках отравления и недомогания не стоит дожидаться ухудшения состояния. Своевременное обращение к терапевту поможет избежать обезвоживания и других неприятных последствий, которым приводит интоксикация.